В эти последние осенние дни я бы хотел рассказать об одном значимом месте в истории Елабужского края. Каждый елабужанин легко узнает эти места с этими старинными козьими тропками. В последнее время то и дело заваленное разным хламом в виде бутылок, пакетов и других склянок. Между тем, именно это место должны были внести в государственный реестр особо охраняемых природных территорий, как геологический памятник природы международного значения. Это береговое обнажение реки Камы является эталонным геологическим разрезом пермского периода, точнее пермской системы. До середины 19 века это было самое крайнее на востоке изученное геологическое обнажение этого периода. Каждый слой этого обнажения был детально изучен. Здесь работала целая плеяда отечественных геологов, в том числе Алексей Зайцев, Виктор Чердынцев. В 1911 году Виктор Алексей Чердынцев издал труд, который так и называется «Пермские отложения возле города Елабуги». Обратите внимание на эту границу в отложениях. Здесь находится пограничная зона между континентальными отложениями Уфимского века и морскими отложениями Казанского века Пермского периода. В Уфимский век Пермского периода в этом месте протекала дельта крупной реки. Именно она оставила вот эти древние песчаные наносы. Самая интересная часть обнажения здесь. Эти дельтинги это трудные отложения бывшего Казанского моря, покрывавшую данную территорию 270 миллионов лет в Пермский период. В этом месте сохранился уникальный грот, который хранит старинные легенды в подземельях под городом Елабугой. Ужасно, но в последнее время данное обнажение превращается в обыкновенную мусорную свалку. Строительство уже вплотную подошло к самому краю обнажения и интенсивно стало засыпаться как строительным мусором, так и бытовым. Совсем рядом расположено еще одно уникальное место. Где-то в этих местах Иван Иванович Шишкин сделал наброски своего будущего шедевра под названием Кама, который вышел в свет в 1882 году. Я очень надеюсь, что Елабужане с пониманием отнесутся к проблеме сохранения данного геологического объекта, а также Шишкинского места. Здесь просто необходима экскурсионная тропа, где жители нашего города, а также гости смогут изучать историю нашей земли, нашего родного края. Благодарю за внимание. С вами был заведующий Музеем природы Национального парка Нижнекама Ренур Бекмансуров.